Казань Дочь героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, Нелли Михайловна Девятаева, выросшая в этом дворе по улице Сеченова в Казани, в последнее время уже не так часто бывает здесь. Квартира, в которой семье Девятаевых так и не удалось устроить дом-музей героя, принадлежит давно чужим людям. На доме, впрочем, есть табличка, весьма скромная, сообщающая нам, что все же это особенный дом. Двор потихоньку приходит в упадок, хотя идея о том, чтобы заняться им наконец и разбить тут сквер имени Девятаева, существует уже давно. И потом он же, знаете, он же здесь деревья сажал. Здесь вот эти все березы, это посажены папой в честь нас. Да, здесь ведь обещали сделать сквер в честь Девятаева. То есть не в честь, а памяти Девятаева сказали, облагородят вот этот сад. Но потом что-то сказали, что нет возможности. Проходили бы мимо, и вспоминали бы. Правда, было бы замечательно. О том же мечтают сегодня и соседи, прожившие с легендарным человеком многие годы. Такого героя, я считаю, он достойный такого. Я говорю всегда спасибо немцам. Ведь они первые ему поставили памятник там, в Германии, отыскали его. Я, когда вот это все читаю, я возмущаюсь. Почему у нас никогда не возводят вот такой в ранг высшего национального героя ведь он. Возможно, кому-то и покажется, что герою уже давно отданы все почести. Ведь есть же в Казани улица Девятаева. Та самая, что возле речного порта, которому Михаил Петрович отдал почти 30 лет своей жизни. Настоящий герой и после войны. С именем Девятаева связано развитие скоростного флота в Татарии. В 57-м он первый капитан ракеты. Судно на подводных крыльях. Кому, как не летчику, было это доверить. Есть и есть давно уже и теплоход, герой Девятаев. Но памятника, которому, наверное, самое место вот на этой площади у речного вокзала, памятника нет. И не появился он у нас даже в год столетия героя. Уже давно поднимали вопрос об установке памятника легендарному летчику и речнику Михаилу Петровичу Девятаеву. Но как дело движется, мы не знаем. Все, по-моему, делается слишком келейно. Человек заслужил, он почетный гражданин города Казани, чтобы памятник стоял здесь, на привокзальной площади. Мы в неоплатном долгу перед памятью Михаила Петровича Девятаева. В Казани не раз вспоминали о легендарном подвиге героя. Вспоминали и совсем недавно. Вот только все идеи, что высказываются на этих вечерах памяти, так и остаются идеями. Ведь есть и еще одна, которую уже не единожды озвучивал сын Михаила Петровича, Александр Михайлович Девятаев. На берегу Волги, на 774-м километре, стоит вот эта многим хорошо известная дача. Дача семьи Девятаевых, построенная Михаилом Петровичем от и до собственными руками. И, кстати, это как-то сразу чувствуется, едва вы только заходите в этот дом. Да, это ощущение, вот когда ты сидишь, да и сейчас, наверное, чувствуется, что ты видишь Волгу, ты видишь тот правый берег. И, собственно говоря, это рубка корабля или салон корабля, вот если это какой-то там двух-трехдеечный. Этот дом стоит в хорошем месте на берегу, он известен, поэтому в свое время все упорно предлагали, а не продадите ли его. Ну, естественно, это была память об отце, да и сами мы здесь нечасто, но бываем, ходим на мазки, купаемся, так сказать, в бане паримся. Так вот, этот дом и этот участок, это, пожалуй, единственное из того, что нам осталось в память об этом человеке. Единственное, к чему мы еще можем прикоснуться. И идея, в общем, проста. Семья давно готова просто отдать этот участок совершенно даром, при условии, что здесь разместится музей. Возможно, музей героя, а возможно и просто музей советского быта, советского времени. Но идея даже даром никому не нужна. То есть, получается, что есть вот единственное место, которое действительно истоптано ногами, а самое главное, полностью сделано руками самого отца. И здесь уже, собственно говоря, тот самый социалистический быт, который есть. То есть, нет водопровода, нет канализации, туалет на улице. И, ну, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но многие даже не представляют уже, что это такое, надо сказать. И поэтому вот появилась такая идея, говорят, ну, ведь это вот все даже просто само по себе интересно. Сделано ли нами достаточно за те 15 лет, что прошли со дня ухода Девятаева от нас? Все-таки что-то еще осталось от этого человека и что-то еще, наверное, осталось и в нас. В год столетия героя должны ли мы удовлетвориться вот этим? Да, мы уже опоздали. Но лучше поздно, чем никогда. Но нет задачи настоящей, нет ее с идейной точки зрения, не сформулирована точно цель, как это сделать. Ну, ведь вот поставили доску, чего вам еще надо? Да мне не нужна доска, я отца, слава Богу, помню. Мне нужно, чтобы эстетически, чтобы это было прекрасно по-настоящему. И это могло бы вызвать у людей, которые подходят к этому, не просто, о, да, он здесь жил, а возникли некие ощущения и чувства. И от памятника то же самое должно быть. Ведь памятник должен работать сам. Не смысл, что это памятник герою Девятаю, а в нем может быть очень много смысла. Вот тогда это подлинный памятник, украшение города. Это наследство, которое мы оставим своим последующим поколением. Вот о чем я думаю, говорю и пытаюсь это доказать. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. Семь. Семь. Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. Семь. Семь.